Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала управда.ру. Меня зовут Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. За Свияжскую поликлинику номер 2 центральной клинической медсанчасти ожидают масштабные ремонтные работы. В Ульяновске снова снимают кино. На этот раз новый сезон сериала «5 минут тишины. Новые горизонты». В поисках нелегальных мигрантов. В регионе проходит оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2019». Разработки компании Ульяновского наноцентра входят в топ-100 лучших изобретений. Уникальная тест-система, робот по работе с ДНК и умная краска. К лучшим инновационным разработкам причислены труды технологических компаний Ульяновского наноцентра. Ульяновский центр трансфера технологий – это площадка для создания и развития новых технологических стартапов, а также инфраструктура, в которой одновременно размещаются офисные помещения, лабораторные корпуса, опытное производство, основанные на новейшем технологическом оборудовании. Разработка компании из Ульяновского наноцентра вошла в 100 лучших изобретений 2017 года по версии Роспатента. Инновационный проект относится к медицине. Ученые сделали тест для определения пола и резус-фактора будущего ребенка по крови беременной женщины. Исследования проводятся с 10 недели беременности. Если пол в основном будущие родители узнают ради интереса, то тест на резус-фактор – ради безопасности матери и дитя. Если вовремя определить резус-конфликт, то можно избежать гемолитической болезни, когда эритроциты плода воспринимаются иммунной системой матери как чужеродные. Организм женщины начинает вырабатывать антитела для уничтожения клеток ребенка. В самой лаборатории анализ делается в течение трех часов. Но обычно лаборатория накапливает несколько анализов, назначает какой-то определенный день, когда делает анализ. Так что в принципе в течение дня результат может быть получен. И что самое главное надо отметить, что в Ульяновской области внедрена программа по бесплатному определению резус-фактора плода у резус-отрицательных беременных женщин. Тест-система успешно внедрена помимо Ульяновской области более чем в 20 регионах России и 6 странах зарубежья. Второе направление работы компании Тест-ген – диагностика онкологии. Ученые разработали тест на определение рака простаты без биопсии. Для этого достаточно сдать анализ мочи. По поводу определения рака простаты, так как мы его вывели на рынок совсем недавно, еще таких программ по УМС не существует, но этот тест тоже включен в клинические рекомендации. Медицинскими инновационными разработками с 2019 года начал заниматься еще один резидет Ульяновского наноцентра. Среди важных изобретений медицинской электроники – робот по излечению ДНК. Главное преимущество проекта – полное исключение человеческого фактора. Робот не допускает ошибок. Процедура выделения ДНК на самом деле не так сложна. Биологический материал поочередно опускается в ряд реактивов, очищается до цепочки ДНК, затем насыщается микрометаллическими частицами и двумя магнитами растягивается. Это необходимо для лаборатории, для медиков, чтобы они уже могли анализировать саму цепь ДНК на наличие каких-то либо повреждений, отклонений. Ру-гаджет специализируется в сфере интернет-вещей, то есть это все гаджеты, которыми человек управляет через интернет, а также промышленные и медицинские электроники. На базе наноцентра компания работает с 2015 года. За это время воплотили в жизнь 40 инновационных разработок. Компания занимается в принципе контрактной разработкой. К нам приходят различные заказчики, которые имеют некие идеи по разработке электроники. То есть необходимо, допустим, какое-то устройство получить на выходе. Заказчик приходит к нам, заказывает нам это устройство, мы его разрабатываем, изготавляем прототипы и отдаем заказчику в полном объеме. А вот молодые ребята из компании Carbon Lab создали умную краску на основе нанотрубок. Если подать напряжение, то краска начнет излучать тепло. В отличие от иностранных аналогов, изобретение компании работает на низковольтном напряжении, что абсолютно безопасно для жизни. Краску можно использовать как в быту, например, в интерьере, при подогреве зеркал для ванной и при обогреве пола, так и в авиации. Краска наносится на крыло беспилотником, чтобы устранить обледенение. Пока это в виде разработки, то есть мы сейчас находимся на стадии внедрения. Тестовые, конечно, у нас объекты есть, подогреваются, все работает, все отлично, все довольны. Но вот сложность выхода на рынок в том, что это новая разработка, люди боятся ее внедрять. Сегодня в наноцентре утверждены в статусе резидентов 10 технологических компаний и порядка 100 стартапов. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. Уют и комфорт для 73 тысяч засвияжцев. Поликлинику номер два центральной клинической медсанчасти ожидают масштабные ремонтные работы. В этом году завершится капитальный ремонт первого корпуса, где будут располагаться кабинеты узких специалистов. Полностью уже поликлинику обновят к 2021 году. Подробности у Натальи Чумаченко. Два корпуса старого здания не обновлялись с 1967 года и встречали своих пациентов обшарканной мебелью и отваливающейся штукатуркой. Все изменилось в 2017 году, когда из резервного фонда президента России на ремонт первого корпуса поликлиники было выделено 15 миллионов рублей. В 2017 году на деньги, которые нам были выделены, целевые из резервного фонда президента 15 миллионов рублей, мы отремонтировали наш старый корпус, который 60-го года выпуска. Что было сделано? Были выполнены, заменены все коммуникации, водоснабжение, вентиляция, электропроводка. В 2019 году в рамках государственной программы на проведение ремонтных работ дополнительно из регионального бюджета выделено более 9 миллионов рублей. Согласно проектно-сметной документации завершится капитальный ремонт первого корпуса, где будут располагаться кабинеты узких специалистов. Все работы планируется завершить уже в декабре текущего года. По словам Татьяны Чердаковой, не оставят без внимания и второй корпус, где уже сегодня на первом этаже уютно и светло. Его завершат чуть позже, к 2020-2021 году. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улл. Правда. ТВ. С 16 по 22 июля в Ульяновской области проходит оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2019». Сотрудники подразделений УМВД России по Ульяновской области с привлечением сил и средств ОМОН Росгвардии проводят рейды на соблюдение положений миграционного законодательства. Таким образом, на городской плодовощной базе проверили два десятка иностранцев. На двоих граждан зарубежных государств составлены административные протоколы за несоответствие цели въезда на территорию Российской Федерации и один протокол на гражданина России за незаконное осуществление трудовой деятельности. В 2019 году стартовал национальный проект «Культура». В ходе реализации одного из его направлений проекта «Культурная среда» в учреждениях культуры Ульяновской области планируется обновить музыкальные инструменты. Что будет сделано в данном направлении и кто станет обладателем новых инструментов, расскажет Ирина Антонова. По информации регионального Министерства искусства и культурной политики, 30 детских школ искусств Ульяновской области станут обладателями музыкальных инструментов фабрики «Аккорд». Для обновления материально-технической базы учреждений культуры региона из федерального бюджета выделено 10,5 миллионов рублей. Поставка инструментов начнется уже с 19 июля. Мы ждем в соответствии с заключенным договором между Министерством промышленности Российской Федерацией и нашим субъектам. Получат инструменты 16 детских школ искусств из 12 муниципальных образований Ульяновской области. Особенно хочется порадоваться за те районы, куда придет не один инструмент, а два или три. Также новыми музыкальными инструментами оснастят две школы искусств города Димитровграда и 11 учреждений города Ульяновском. Среди счастливых получателей инструментов – новоспасское ДШИ. И, конечно, мы нового инструмента ждем с таким большим удовольствием, наверное, как маленькие дети. Будем радоваться этому. Ну и для профессионального обучения детей, естественно, нужен новый инструмент. Школа искусств у нас оснащена музыкальными инструментами, но новые, естественно, всегда это очень хорошо. В следующем году в рамках проекта «Культура малой Родины» будут обновлены музыкальные инструменты в 15 детских учреждениях дополнительного образования Ульяновской области. На эти цели предусмотрено около 10 миллионов рублей. Кроме того, в этом году обновление инструментальной базы коснется Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». Музыканты получат новые деревянные духовые инструменты. На приобретение 21 единицы музыкального оборудования направлено более 16 миллионов рублей. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Юра Ломатов. Новости Уллправда ТВ. В Ульяновске компания Prior Production начала съемку нового сезона телесериала для канала НТВ. Съемки ведутся при поддержке кинокомиссии Ульяновской области, которая занимается развитием региональной киноиндустрии и привлечением кинопроизводителей к съемкам на территории нашего региона. На месте событий побывал наш корреспондент. «Свет, камера, мотор – начали!» Все чаще и чаще звучат на территории нашего региона эти слова. И 19 июля снова был дан старт съемкам художественного фильма «Пять минут тишины. Новые горизонты». Он рассказывает о непростых буднях спасателей – сотрудников подразделения МЧС. По сюжету сериала «Карельский поисково-спасательный отряд» 4221 получает новые назначения. Он должен срочно передислоцироваться на базу под Ульяновском. Пусть ульяновцы не пугаются количеством всяких происшествий, которые обрушатся на их город в нашем сериале. Наша задача – показать, насколько местные силовые службы готовы к ликвидации любых неприятных последствий в любых ситуациях. В принципе, все проблемы, которые происходят с нашими героями, они происходят либо по дурости, либо это форс-мажорное обстоятельство. И мы ни в коем случае не пытаемся уронить репутацию региона как региона мирного, безопасного. Наоборот, хотим подчеркнуть, что все проблемы решаются быстро. По словам режиссера фильма Игоря Драка, это один из немногих проектов на канале, который требует больших вложений и физических, и финансовых. Потому что в сериале много экшена, погонь и катастроф. Ну, сегодня, слава богу, день лайт. У нас сегодня обычные игровые сцены, которые имеют отношение больше к горизонтальной линии наших героев, нежели к приключениям. Приключения у нас, по-моему, завтра. Съемки сериала будут проходить на разных площадках Ульяновска, таких как «Президентский мост», «Ветрогенераторы», «Песчаные карьеры». Многочисленные сцены с происшествиями на воде, конечно, снимут на «Волге». В главных ролях сериала – Роман Курцин. На съемочную площадку он был приглашен в первый день съемок. Думаю, снимем классный новый сезон и уверен, что зрителям понравится. Я читал сейчас три серии, которые уже прислали и по которым мы начинаем работать. Это хорошо, будет много экшена, новые герои, много чего интересного. Мы постараемся сделать хороший продукт. Напарница Романа Курцина – молодая актриса Никита Дубровина. Она главная героиня ульяновского сезона и играет ульяновскую девушку. Также в первом же кадре мы увидели ульяновского актера молодежного театра. Я работаю в Ульяновском молодежном театре. Появилась замечательная возможность попасть в данный проект, в данное кино. Играю я чемоданова Илью Петровича. Собственно, просто Зука. По кличке Зука. Да, по кличке Зука. Как правило, в сезон входят 24 серии. Уже точно известно, что 12 будут отсняты в Ульяновске. Но, по словам режиссера, есть большая вероятность, что съемки и других 12 серий тоже будут проходить здесь только в зимнее время. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, в выходные в регионе ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Завтра в Ульяновске прогнозируется температура 26 градусов по Цельсию. Ветер западный 4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс высокий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням в 18.50. Хороших вам выходных!